МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. И Максим Юрьевич Ведерников, адвокат. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нашему разговору на сайте егбург.тв, звоните в скайп и по телефону прямого эфира 376-45-88. Ну, начнем мы с конкретной истории. В одном из дворов пострадал ребенок. О том, что детские конструкции пришли в негодность, мамочки неоднократно предупреждали правление своего ТСЖ. Реагировать начали только когда случилось ЧП. У нас есть сюжет об этой истории. Давайте посмотрим. Эта детская площадка уже не первый год находится в аварийном состоянии. Однако на просьбу мамочек ТСЖ начала реагировать лишь после того, как произошел несчастный случай. Пятилетний Тюма пострадал на, казалось бы, обычной скамейке. Мой сын во время игры залез на скамейку деревянную. Под ним раскололось основание, и он, потеряв равновесие, упал на гвозди, на штыри. Нам повезло, что повердил только мягкие ткани. Подкосила эту лавочку, да и всю детскую площадку, время. В таком же ветхом состоянии, как скамейка, находится и песочница. Даже под присмотром родителей ребенка здесь подстерегает опасность. Конструкция прогнила. Со всех сторон видны шатающиеся доски, выпирающие гвозди, сломанные палки. Вот дети, которые встают на верхнюю часть песочницы, они подвергаются явной опасности. Мамочки неоднократно обращались в правление ТСЖ. Демонтировать опасные конструкции. Мы вчера им отправили жалобу с просьбой вообще объяснить, куда у нас тратятся деньги, почему так произошло, что у нас площадка в таком плачевном состоянии. Реакция последовала только, когда поранился малыш. Правда, убрали лишь злосчастную скамейку. А песочницы и качели, видимо, ждут часа, когда еще кто-нибудь пострадает. Мы их тоже будем демонтировать. Ну, нет, демонтировать... Ну, а детям-то взамен-то что-то планируется? Планируется. Планируется поставить три скамейки, три качели и маленькие качели-качалки. Как скоро поставят новые, вопрос. После нашего визита поспешили лишь разобрать старые. С кувалдой на детскую площадку пошел личный управляющий. Но злости ее хватило не только на старые доски. От виды нашей камеры у мужчины вдруг сдали нервы. Так, вы мешаете мне работать. Вы что делаете? Вы свою работу делаете, мы свою. Опасную песочницу в итоге демонтировали. Но мы берем теперь эту детскую площадку под свой контроль, чтобы убедиться, насколько в ТСЖ держат слово. Жители уже подготовили заявление в прокуратуру, которому будет дан ход, если новые конструкции в ближайшее время не появятся. Вот доводилось слышать, что здесь мама пострадавшего ребенка сама виновата. Зачем туда водить ребенка, если там опасно? Но проблема здесь в чем? Вот выступая в защите этой мамочки, дом расположен на окраине. По близости больше ничего нет. Там просто погулять больше с ребенком негде. К тому же у нее двое детей. Вот пострадал пятилетний ребенок, у нее есть более младший. Он там года три, наверное, еще малышу. Естественно, все внимание к нему, а этот же пятилетний бегает. Вот, Игорь Рудольфович, скажите, нет ли здесь нарушений прав ребенка? Ведь он пострадал в своем дворе. Безусловно, нарушение права ребенка есть со стороны администрации, управляющей компанией, либо ТСЖ. Я вот не совсем четко это понял. Но, тем не менее, те, кто управляет домом. Потому что обеспечение – это предоставление услуги. А любая услуга, она должна быть безопасной. И, в первую очередь, конечно, безопасной для детей. Это постоянный осмотр этих площадок, это замена устаревших конструкций, демонтаж и восстановление. Но вообще работа с жителями, потому что строительство новой площадки – это все-таки затратные мероприятия, которые нужно согласовывать с жителями. Наверное, это дополнительные средства. Но это достаточно большой такой механизм, который, в общем-то, прописан и который нужно исполнять. Но, еще раз возвращусь к началу разговора, контроль за безопасностью – это обязанность, следить за безопасностью – это обязанность управляющей организации и ее администрации. Вот. Но здесь, смотрите, допустим, управляющая компания не доглядела. Но ведь вот были же обращения жителей, посмотрите, опасно, наши дети здесь играют, могут пострадать. Сделайте что-нибудь. Я сейчас не готов комментировать, потому что я не знаю, в каком виде граждане обращались. Вообще, я думаю, есть нормальная, хорошая технология работы с представителями различных структур, начиная от чиновников, заканчивая должностными лицами. Это письменное заявление с предоставлением копии. Я вас уверяю, начинают работать сразу, когда просишь подписать копию о том, что приняли заявление. Вот. Если это таким образом сработано, то, наверное, было бы правильно. Если кто-то не исполняет, не реагирует на заявление граждан, заявление, поданное в установленном законном порядке, есть прокуратура, есть вышестоящие организации, которые должны отреагировать на эту ситуацию. Хорошо, замечательно. Значит, ну вот во время съемок сюжета, который мы сейчас посмотрели, члены управления ТСЖ обещали в ближайшее время демонтировать все аварийные конструкции. Но вот после того, как при нас сломали песочницу, ничего больше не изменилось. Вот давайте попробуем сейчас связаться с председателем ТСЖ и все-таки спросить, когда же, наконец, будет наведен порядок в этом дворе. Значит, вот я набираю сейчас ее номер. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло, здравствуйте. Ольга Ивановна? Да. Это вас беспокоит Юрий Шумков, телеканал ЕТВ. Да, слушаю. Вы знаете, вот к вам недавно приезжала съемочная группа, снимала, что аварийную вашу площадку. Вот тогда, значит, члены вашего управления заверили, что в ближайшее время все опасные, значит, конструкции будут демонтированы. Но вот что-то как-то не очень вот торопится. Юрий, отчество вас, как называют, да, зовут-то? Да можно просто Юрий. Юрий. Нет, значит, что я вам хочу заверить. А, значит, я уже плотников наняла, которые срежут вот эти качели. Ну, он мне обещал, чтобы уже приходил, значит, все, объем работы определил, выставить счет хотел, но пока еще его нету. Видимо, может, и потерялся. У меня звонило два раза, не получилось. Значит, приеду, буду, значит, следующего еще искать. А конструкцию, саму эту, значит, песочницу управляющий два аута. Это мы знаем, да, но там у вас ведь и вот качели тоже в таком состоянии. Ну, вот я про качели и говорю, если срезать вот плотник, я нанимала бреда за ремонтниками, они пришли, но у меня счет не выставили, пока их нету. Договорилась, что я не знаю, что я не работаю. Ну, куда-то обещали, потеряли. Два дня звоню, не могу дозвониться. Ну, будут снесены на днях, будем спросить. Но на той неделе я постараюсь их убрать уже. Ага, хорошо. Ну, качели, вот, да, остальные недостаточно крепкие, поэтому, вот, а так-то, значит, у нас раньше еще качеля была, качель, мы уже ее снесли, она с такой, была жесткой подвеской. Сейчас это уже... Понятно, понятно. Ольга Ивановна, извините, перебиваю. Спасибо, до этого. Ольга Ивановна, алло. Мы уже заключили договор на поставку трех качелей, которые соответствуют воздух. Тут все, оно, единственное, что поставка будет в течение 40-50 дней, и установка еще в течение 10-15 дней. То есть это в течение двух месяцев мы уже устанавливаем в оборудовании детской площадки. Ну, понятно. Ольга Ивановна, а почему вот вы начали этим заниматься после того, как пострадал ребенок? И потом, в течение двух месяцев? Лето-то уже заканчивается? Подождите, нет, подождите минутку. Что значит вы неправильно поняли? Что значит вы начали этим заниматься, когда пострадал ребенок? Вот это, значит, у нас шло, проводилось праздник сначала. Собрание о реконструкции детской площадки. А для того, чтобы выделить детскую площадку, значит, выделили деньги. Собрание прошло, и мы выделили на демонтаж, и монтаж оборудования начали заниматься. У нас зарешают такие деньги. Собрание прошло 14-го июля, потому что до этого не могла ревизионная комиссия долго подвести итоги. Один подвели итоги в конце августа, в 20-е числа. Понимаете? После 15-го числа. И не имея денег, мы не можем, не согласовывая с общим собранием, я не могу распоряжаться деньгами, они не мои личные. Понятно, понятно, хорошо. И поэтому, смотрите, немножко неправильно у нас не трансформировали, не знаю почему. Почему столько начали заниматься, настолько пришло решение общего собрания, я сказала, спортивно нашла, заключила, определились с установкой. Причем у нас было собрание, принято решение карусейку установить. Значит, приехал мастер изтуда, он сказал, Ольга Ивановна, у вас поскольку на крыше гаража смонтирована детская площадка, значит, там недостаточно, там как минимум должно быть полметра для установки вот этого стакана, который крепится к русскому. Хорошо. Ольга Ивановна, извините, я вас перебью. То есть работа-то ведется, и если вам говорят, что об этом, что ничего не ведется, так это не значит, дезинформировать тоже не надо. Хорошо. Хорошо, хорошо, я вас понял, Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, я вас понял, понял, хорошо. Ну, я хочу принять, это и неправильно, что мы начали заниматься только тогда, когда ребенок повредился. Кроме того, скажите, это до того, сломали ребята из отчизития. Подождите, Ольга Ивановна, Ольга Ивановна, подождите, подождите, дайте мне сказать. ...вы, вот, летические, воплощадки говорят, сломали вот ее в отчизитии. Так почему мама, не позволяясь прыгать на стакане, которая болтается, на стакане, которая болтается? Она не предназначена для того, чтобы прыгать, она предназначена, чтобы сидели малыши. Хорошо, понятно, мы поняли вашу позицию. Спасибо, спасибо. Да, вот. Так, давайте отключимся. Максим Юрьевич, ну вот хотелось бы еще какую-то правовую оценку услышать вот этой истории с вашей стороны. Со стороны права, если взглянуть на данную проблему, то у нас существуют, конечно, ГОСТы. Вот даже ГОСТы на детскую площадку. И там предусмотрено все, вплоть из каких элементов надо делать качели, песочницы, как следить за ним. То есть даже если у нас активно эксплуатируется детская площадка, а тут если каждый день ходят дети и не по одному, по два человека очень много, то есть она активно эксплуатируется. То нужно вводить ежедневный визуальный осмотр и проверять, как там шатается, что где-то гвозди торчит, что может травмироваться ребенок или нет. То есть должна быть отвечать требуемой безопасности площадка. Ну и соответственно, если не углядели, если не сделали, если деньги распределили позднее и так далее. То есть продающая компания будет нести ответственность опять-таки за это. А вот смотрите, значит, тут ребенок пострадал, но вот, как говорит мама, хорошо, что там просто задеты мягкие ткани. Да, такое, ну не серьезное, значит. Но тем не менее, значит, лечение проходит, были затраты на лекарства. Значит, из-за этого мама не смогла вовремя ехать в командировку. То есть вот это как-то можно взыскать или вот что-то? У нас есть статья 1064 гражданского кодекса. То есть у нас лицо, причинившее вред, оно освобождается от возмещения вреда, если оно докажет свою невиновность. То есть в принципе маме тут даже не надо доказывать. То есть будет, соответственно, управляющая компания представляет доказательства о том, что они не виноваты в причинении вреда ее ребенку. То есть ее задача привести свидетелей, собрать эти чеки и так далее. Ну и попробовать в мирном порядке урегулировать, наверное, без суда, я думаю, с управляющей компанией. Написать претензию, изложить, как, почему, было. И я думаю, что вопрос закроется. А управляющий уже заранее утверждать денежные средства, распределять именно на детскую площадку, чтобы не было это позже. Потому что председатель вполне вероятно говорит достоверную информацию, но вот деньги немного запоздали. Просто уже не было бы, наверное, случая такого, если бы пришли немножко раньше. Хорошо. Ну вот мы поняли с этой ситуацией. К сожалению, она не единственная. И вот несмотря на то, что вроде бы за последнее время за площадки детские взялись, стали внимательно смотреть, значит, и с управляющими организациями работать. Тем не менее, вот это случается, происходит. Вот скажите, существует ли какой-то критерий определения износа вот этих конструкций на детской площадке? И кто этим должен заниматься? Потому что вот одно дело я пришел, посмотрел, увидел, что гвоздь торчит, да, что вот вроде опасно. Ну пришли, пришел, плотник заколотил. А вот там есть какие-то металлические конструкции, да, вот ворота вот особенно эти, да, наиболее опасно считаются. Я имею в виду спортивные. Опять смотрим ГОСТ. Там что у нас, когда детскую площадку вводят в эксплуатацию? Там написано, что на каждый объект накачать должен быть паспорт. Что, как он проверяется, то есть безопасность, какие детали, когда их надо менять, как определяться эксплуатирующей организации, которая должна быть и так далее. То есть все же это есть, это должно быть, по крайней мере, до оборудования, которое до 2005 года, оно не растет. Я вот об этом и хотел сказать, потому что, вы знаете, мы сейчас, как правило, эксплуатируем те площадки, которые были построены иногда просто кустарным способом. Папы, мамы собирались, когда-то у нас эти дома принадлежали каким-то предприятиям, там варили, как они это себе представляли, вкапывали и так далее. То есть вот только сейчас мы начинаем выходить в нормальное правовое русло, в нормативно-правовые рамки, касающиеся обеспечения безопасности детских дворовых площадок. И вот самое главное сегодня это начинать правильно делать, правильно, правильно говорит Максим, в соответствии с ГОСТами, в соответствии с теми правилами эксплуатации и правилами контроля. Вот это обязательно. Вот я, отец ребенка, да, которого хочу погулять на своей площадке, где я могу посмотреть этот паспорт, чтобы убедиться, что для ребенка безопасно, что он соответствует ГОСТам и все прочее? Пришли в ТСЖ, в управляющей компании написали заявление, прошу меня ознакомить с документами на детскую площадку, то есть с паспортом и так далее. Не исключаю, что эта информация должна висеть и в доступном варианте на информационном щите. Вот честно говоря, вот сколько вот езжу, ни разу не видел вот что-нибудь по детской площадке. Вот смотрите, опять-таки момент, что ребенок встал на скамейку ногами, то есть если бы были правила эксплуатации, опять-таки, что не вступать на скамейку ногами, то уже была бы ответственная не управляющая компания, а уже бы мама себя обезопасила. То есть мама бы сказала ребенку, не вставай на скамейку ногами, тут люди сидят и так далее. То есть уже не было бы этого случая. Ну, слушайте, нагрузка пятилетнего ребенка, даже старшего, и сидящей мамочки, я думаю, тут она... Это же один пример, а можно, он мог сделать сальто какое-то и так далее. Понятно, понятно, что можно вот таким образом подстраховаться, да, на случай. Конечно, пояснили инструкцию правила эксплуатации детской площадки, обращательно к опекунам, воспитателям и так далее. Хорошо, но вот даже если вернуться к той истории, вот видно, что вот этой весной, к этой площадке, ну, ее не приводили в порядок, не подкрасили, ничего не подстучали. Видно, вот как снег растаял, пришли и начали там заниматься. Вот куда в таком случае родителям... Они видят, что она в таком неблагоприятном состоянии, опасна для детей. Что делать, куда обращаться родителям? Ну, может быть, первая, наверное, управляющая организация, это первый шаг. Это те, кто эксплуатирует эту площадку и кто за ней следит. Следующий шаг, если не выполняет... Ну, Максим, давайте, помогайте. Следующая прокуратура, шаг. И хотя могут ведь тоже сказать, что подождите, но у нас зачем созданы товарищи собственников жилья? Почему вы-то сами устраняетесь, на кого-то перекладываете? То есть вы тоже жильцы, может быть? Это требование собрать собрание и принять это решение. Собрание и сказали, что давайте выклим деньги, демонтируем старую площадку, сделаем по ГОСТу нормальную, хорошую. Все. Это что надо? То есть должна быть инициатива. Инициатива от жителей. Обязательно. Это, между прочим, самый главный ресурс ухода от всяких, от огромного количества проблем и бед, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Это правда. И вот тот проект, который мы в начале 2012 года запустили, к нам, кстати, обратилось вот уже на сегодняшний момент более 200 человек. То есть это к вопросу того, если где-то кого-то кто-то не услышал, для этого и существует уполномоченный по правам ребенка. Значит, если что-то непонятно, обращайтесь, мы всегда поможем. Более 200 человек к нам обратились. Это и Екатеринбург, и область. И вы знаете, вот все-таки я, наверное, в защиту, может, Ольге Ивановне скажу, мы сначала боялись, что нас не услышат, когда мы начали писать в управляющие компании. И вы представляете, мы посчитали, порядка 70% управляющих компаний отреагировали. И даже иногда не собирая собрания жильцов, то есть находили какие-то средства свободные, и они это делали. Но все остальные 30%, остальные у нас информация вышла в прокуратуру, которая тоже очень внимательно изучила, и вышли уже там уже, отреагировали с точки зрения прокурорского надзора. Но выходим еще раз на самый главный момент. Это инициатива граждан. Сегодня от них именно зависит. Самый главный защитник своего ребенка – это родители. Везде у нас, и в Гражданском кодексе, и в Семейном, везде это самый, это первый защитник своих детей. Поэтому гражданская инициатива – это тот самый главный двигатель, который поможет избежать очень многих бед. Игорь Владимирович, а вот еще поясните, чем вы можете конкретно помочь конкретному родителю, обратившись за помощью? Ну, я уже сказал, мы, во-первых, можем обратиться в самоуправляющую компанию, в управляющую организацию. И, я думаю, авторитет нашего органа достаточно высок, и люди реагируют. Если нет, это прокуратура, как я уже говорил, и прокуратура очень быстро реагирует на все эти вещи. То есть вот мы составили такой альбом, потому что нам представляли прямо фотографии с жителей нашей области с теми нарушениями, которые они находили на своих детских площадках. И мы прямо составили этот альбом и направили в прокуратуру. Реакция была очень быстрой и, я думаю, результативной. Понятно. Максим, вот еще скажите, что, значит, ну вот речь шла о досудебном порядке, когда возникла какая-то ситуация, там пострадал ребенок. Не договорились, да? Вот не захотел управляющую организацию, не почитал себя виновной, там что-то выплачивает какую-то компенсацию или что-то такое. Вот судебная практика какая-то, вот можете рассказать подобные случаи, истории? По подобным случаям, конечно, в большинстве случаев судебная практика суды становится на сторону пострадавшей страны, на сторону детей, в общем-то. И поэтому присуждает вот подавляющее количество случаев компенсацию детям моральный вред, компенсацию на лечение. Ну, такая практика. Ну, понятно. Ну, то есть, значит, ну что здесь поставить родителям? Значит, не договорились с управляющей организацией, да? К родителям не допускать таких случаев, постараться не допускать. Ну, это понятно, да. Но если уже произошло, то да, конечно. То вплоть до судебного порядка. До прокуратуры, до судебного порядка защищать свои права. Я могу даже посоветовать, если возникают проблемы с подготовкой искового заявления, в этом случае мы можем оказать помощь, потому что это вопросы касаются детей, восстановления их здоровья. То есть, милости просим, в аппарат уполномоченного у нас юристы могут оказать содействие подготовки этих исковых заявлений. И такая практика есть. Понятно. Максим, ну вот я знаю, у вас еще есть случай, когда на детской площадке постарал взрослый человек. Вот можете рассказать, что там произошло? Да, в общем, такой случай неприятный, когда на детской площадке убрали конструкцию и оставили железные уголки. Это страшные вещи, о которых нам, кстати, тоже писали жители. Да, и очень много. И, в общем-то, человек споткнулся об один штырь и налетел на второй и получил тяжелый вред здоровью, то есть сильную травму. Ну, соответственно, вот сейчас идет разбирательство по данному вопросу, то есть устанавливаются уже медицинские данные, данный вред. Ну и, конечно, в общем-то, ищется, кто виноват, кто будет понесет ответственность, вплоть до уголовной, потому что здесь и уголовная статья оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. То есть мы надеемся, что будет возбуждено и уголовное дело, потому что, вот я говорю, что могли постарать и дети, но для детей это было бы, конечно, серьезно, более серьезно, потому что взрослый выжил. В общем, выжил бы ребенок, и я не знаю, то есть... Если бы получил такое же повреждение, да? Да, да. Ага. Ну, мне кажется, здесь вот, вот кто срезал-то, если, допустим, о служащей организации, то вроде спрос с нею, да? Или вот тут это не очевидно? Каждый уже говорит, что вообще никто не срезал, что вам почудилось, когда уже вышли люди на проверку из полномочных органов, было все заподлицо, убрано. А, там уже ничего не осталось? Там уже ничего не было, сказали, вы что? Все понятно, понятно. Это не так просто. А в отношении детей, вот я тоже посмотрел практику, когда человек постарал на качелях, то есть вечером пришли родители, качелей уже этих нету, их уже убрали, уже все демонтировано. Так вот, вот почему не убирают его до того, как что-то случилось? Вы знаете, мы сейчас все больше и больше сталкиваемся, это касается, еще раз говорю, многих проблем безопасности детей, это и организация питания в лагерях, и в школах, и травмоопасные площадки. Вот мы приходим сейчас к такому выводу, вот помните, мы раньше говорили, что причиной бывают системные какие-то сбои, да, и человеческий фактор как некий единичный случай, да? Вот сейчас я хочу сказать, что человеческий фактор становится системным. То есть вот каждый человек, который хоть каким-то образом соприкасается с зоной, значит, бытия, что ли, детей, вот он каждый за себя, вот надо четко понимать, что вот что-то ты не доделал, это обязательно выстрелит потом в сторону ребенка. И вот каждый человек, каждый специалист на своем месте должен вот с огромной ответственностью подходить к этим вещам. Как это воспитать? Потому что эта ситуация лежит в сфере неких морально-нравственных критериев, которые не регулируются никаким законодательством, ничем. Ну вот именно из-за этого происходит очень-очень много бед. То есть, пользуясь случаем, мы обращаемся просто ко всем, кто так или иначе связан с тематикой детства, да и со всеми, да и с людьми. Вот каждое свое действие нужно оценивать с точки зрения обеспечения безопасности, особенно в контактной зоне, где это происходит. Максим, вот еще скажите, а вот всегда ли удается найти ответственного, ну когда вот произошла какая-то ситуация? В общем-то надо искать, по крайней мере. Надо искать, потому что всегда кто-то за что-то должен отвечать. То есть, у нас нет обычно бесхозного имущества, а это касательно особенно земли, детских площадок, деревьев и так далее. Это к чему-то все относится. Если что-то падает, значит, кто-то за это отвечает. Значит, кто-то нарушил ГОС, кто-то не вырубил насаждение, кто-то не отремонтировал площадку, кто-то не почистил крышу и так далее. Кто-то неправильно сделал дорогу с ямами. То есть, всегда есть ответственное. Ну я, наверное, оптимизм Максима немножко стужу, потому что у нас вот та ситуация с воротами на Уралмаше, где подросток фамилия Давлитгореев погиб. А вы знаете, до сих пор не обнаружено виновное лицо. И дело так и не получило свое завершение. Уже прошел год. Вот ситуация не всегда так случается. Согласен. Ну дай Бог, если найдется это все. Бывает, вот случай тоже произошел, мне рассказывал человек, когда машина Запорожец упала с моста в речку и так далее. Искали, кому же принадлежит этот мост. И вот как он передавался кучу. И там нашли в том числе тюменских газовиков, которые возили лес по этому мосту. И они были якобы последними. Кто имел отношение? Да, кто имел отношение. То есть это было, да, конечно. Это непростая ситуация. И тут ведь зависит от того, кто ищет, тоже немаловажно. Потому что, допустим, у меня пока человек не пришел к адвокатам, то есть дело было прекращено уже два раза. Все отказано в возбуждении дела. И только уже когда появились свидетели, очевидцы события, которые сказали, да нет, извините, все же было, все это видно, все это засняли. На телевидении были очевидцы. То есть уже это приобретает другой оборот. Когда, видимо, человек, вот ребенок, особенно если на него упали ворота, никто не заинтересован, может быть, вот да, это заинтересовали, но это труд просто. Потому что есть одна сторона, которая виновата в этом. На ее стороне тоже специалисты, юристы, которые пытаются защищаться всеми способами. А на другой стороне, то есть, может быть, это ребенок, который из малообеспеченной семьи, у которых надо кормить других семей. Они не могут себе позволить просто защитить интересы ребенка вот в этой текучке. И не могут отыскать. И, конечно, ведь тоже вот по аналогичному делу. Я посмотрел уже представленные бумаги, оказывается, что выехали на место, ничего нету, все правильно там, все соответствует норме, все, прекращать уголовное дело. То есть, может быть, здесь такая же ситуация и с воротами. Сказали, все, ворота никому не принадлежит. Там такая же ситуация с передачей собственности от муниципалитета государственной, в изгадку, в общем, там вот это вот очень длинное. Все понятно. Все понятно. К сожалению, наше время уже фактически истекло. Пару слов еще. Резюмей какой-то мы можем вывести? Общий какой-то итог подвести сегодня? Все внимание. Наши дети требуют постоянного внимания от всех, кто находится рядом с ними. Будь то и родители, будь то это должностные лица, будь то те люди, которые так или иначе, хоть чуть-чуть влияют на их безопасность. Внимание, внимание, еще раз внимание. Понятно. Спасибо большое. Это была программа «Качаем права». Увидимся теперь на следующей неделе. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok